Ну так-то она пёлочка, уже потом качок. И не кажется, что у нас одни качки в последних выпусках. Да нормально заходят. Когда мне было 15 лет, я поняла, что мне нужно что-то поменять в жизни. Меня не устраивало абсолютно всё. Я ничем не занималась, был очень худой. Поэтому решила, что мне нужно стать сильнее морально и физически. Молодец Михаил! Что такое? К вам благочусти, ведь она выставить пришла. Заводи! Я хотела заняться каким-то спортом и решила пойти на борьбу. Но мои родители были против. Тогда я пошла в тренажерный зал. Но никто не верил, что я смогу добиться каких-либо успехов. Поэтому относились к моему обучению несерьёзно. И мне было очень обидно, никто не верил в меня. Ну что, старый, иди от меня будешь? Для меня тренировки – это не просто хобби, это часть моей жизни. Ну что, исповедовать будешь или нет? Но в то же время я восхищаюсь многими знаменитыми спортсменами. Кто ко мне послал деву? Юлия Зубова. Вячеслав Фёдорович. Лаура Фелпс. Кай Грин. Вот у Кай Грина, согласимся, есть чем восхищаться. Эти люди, несомненно, обладают очень сильным характером, целеустремлённостью и умением добиваться своих целей. И я думаю, что с них можно брать пример. И у них можно многому научиться. Юлия Винс, 19-летняя спортсменка-пауэрлифтерша, обладает, пожалуй, самой дизайонируемой для взгляда обывателя фигуры. Ещё два года назад популярные братья-блогеры Качки Ходж запилили ролик примерно о том, что девушка с лицом Барби обладает телом Халка. Понимаешь, отец, проблема такая. Лицо у меня милое, а фигуру надо как-то это порешить. Слышь, дочь моя, непонятно, кто кого исповедует. Шла бы ты отсюда уже. У тебя своё кудило небось отросло. Он до колен болтается. Ты мне зубы не заговаривай. И, между прочим, эти ребятки ещё тогда, пол своего видоса, политкорректно обсуждали, как бы они этой Винс, я извиняюсь, запихали бы. Это кто обсуждал? Эти два качка. А потом у Немаги пошлые шутки. Я бы не стал ей пихать. А чё? Чё? Какая? Милаха же. Всё-таки вы принимаете какие-то пищевые добавки, чтобы... Дочь моя, ты Деку часом не устанавливаешь в ягодичную область. Вот нарастить эту мускулатуру или нет? Получительно, спортивное питание, оно помогает поддерживать здоровье спортсмена. Ну, ежели так, это, безусловно, похвально. Ну, знаете, с такими показателями даже не мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, она даже выше элиты, там, я не знаю, ещё не придумали такую шкалу, судя по её показателям, на протеине. Как-то... А ну, знаете, как бывает? Тренер даже может своему подопечному и не сказать, что он на чём-то сидит. Юлька, хочешь, чтобы показатели росли? Да, Владислав Фёдорович? Юлька, это протеин. Его колоть будешь этим шприцом. Уже набрал. Вот тебе БЦА. На прямом эфире скажешь, что пьёшь протеин и БЦА. Нет. Аминокислот. Будешь два раза в день жрать, утром и вечером. Две недели. Каждые три месяца. Курс у этих аминокислот такой. Становый до трёхста вырастет. Вот такие аминокислоты. Это от глистов. В этих флакончиках пропианат. У, блядь, протеин. Полное название тестостерона протеин. Так, придёшь на прямой эфир, скажешь, принимаю только протеин. Чё жрёшь? Протеин. Откуда силы? Протеин. Откуда жим такой? Протеин. Спросят, откуда такая становая? Протеин. Спросят, откуда такой присед? Скажешь, курс аминокислот. Понятно? Аминокислотый курс я тебе выду. Ты главные вопросы мне меньше задавай. Голод у тебя, слава богу, не ломается ещё пока, так что не спалимся. У меня мать кандидат в мастера спорта по лыжам. И, в общем, когда она тренировалась, им тренер, чтобы они лучше бежали, заходил и говорил, нате вам таблетки. Они спрашивали, чё это такое? Он говорил им, жрите, лучше бежать будете. Так она до сих пор и не знает, чё нажрала. Но бежалась лучше. Вот и Винс, наверное, понятия не имеет, что ей тренер колет. Без тебе, удержимая ты. Ну так изгоняй. Не во всём наша церква может справиться, особенно с такой одержимостью. Тебе к патриарху надо, не меньше. Я тут бессилен. Дочь моя, хуярь к патриарху. Добрый день. Сегодня я хотел бы представить вам спортсменов, которые участвуют в этом турнире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила Ледиченко. На данный момент я действующая чемпионка мира по армлифтингу. А Людмила? Да это скорее какой-то Людольф. Итак, в эфире передача «Кто хочет стать пауэрлифтоменом?» И главный вопрос на сегодня, Михаил. В экстренно-аварийно-безвыходной ситуации. Кому бы вы вдули с большей вероятностью? Ответ А – Людольф. Ответ Б – Юрка. Я беру помощь зала. Итак, мне сообщают, что 98% зала – в доле Б-Юрки. Хм! Кто эти 2% извращенцев? Ватсон! А между тем, смотрите, какой-то дохлый китаец уделывает Юленьку, как нечего делать. Я, конечно, не настаиваю, но, может быть, все-таки и женщины должны быть женщинами, а мужчины – мужчинами. Ох, дочь моя, у отца беда приключилась. Мой коллега-поп с соседней церкви совсем окоррупционировался. И опять, и опять проявляют миряне коварство. Клипы записывает. Мол, откуда опять? И откуда все это богатство? Он – Бен Франклин, что это такое? Бен Франклин. Ваша личная жизнь, ну вот, где-то кроме спортзала еще протекает, у вас есть жених? Ну, да, есть парень. А он тоже занимается таким спортом, да? А мечта основная какая-то есть, женская вот такая? Ну, мечты у меня такие же, как у всех женщин. Дети, семья. Но у вас нет друзей, вы говорите. Ну, друзей нет, ну и что? Борь, вы видите, что я не введение друзей у одного и у другого. И проблема была в том, что они хотели доказать, самоутвердиться, а оно, видимо, не получается за счет… И страдает именно этим. За все надо платить. Тем не менее, Юлию по праву можно считать примером целеустремленности и дисциплины. Приятно смотреть, когда недавно хрупкая девочка сегодня достигает своих целей южного. Что ж, нас часто упрекают в том, что мы только всех обсираем. Знаете, в этот раз как-то не хочется. А хочется только пожелать Юлии успехов. Единственное, за что мы переживаем, так это, что если все женщины будут такими, то бедный Юрка не хватит его на всех. Разорвут. Все. Юрка просто, мы Юрку, мы Юрке вообще по гроб жизни обязаны, давно его не пиарили. О! Вот. Вот. Выдалось. Выдался моментик. Пиарнуть. Ох, дочь моя, у отца беда приключилась. Мой коллега-поп с соседней церкви совсем окоррупционировался. И опять, и опять проявляют меряне коварство. Клипы записывает. Мол, откуда опять? И откуда все это богатство? Он бред Бен Франклин, что это такое? Бен Франклин. Ваша личная жизнь, ну вот, где-то кроме спортзала еще протекает, у вас есть жених? Ну, да, есть парень. А он тоже занимается таким спортом, да? А мечта основная какая-то есть, женская вот такая? Ну, мечты у меня такие же, как у всех женщин. Дети, семья. Но у вас нет друзей, вы говорите. Ну, друзей нет, ну и что? Борь, вы видите, что я ведение друзей у одного и у другого. И проблема была в том, что они хотели доказать, самоутвердиться, а оно, видимо, не получается за счет... Зачастую неординарная личность страдает именно этим. За все надо платить. Тем не менее, Юлию по праву можно считать примером целеустремленности и дисциплины. Приятно смотреть, когда недавно хрупкая девочка сегодня достигает своих целей ужного. Что ж, нас часто упрекают в том, что мы только всех обсираем. Знаете, в этот раз как-то не хочется. А хочется только пожелать...